мама мордвинка у вас папа цыган и мама мордвинка немножко дальше коснитесь я уверен что у вас казашка кровь вот сто процентов ну отец моего отца тоже цыган мать русская русская кто смысле русская кто никто русской значит она не знает своей крови если называется русской она не знает кто она есть прием уж мать приемов найденыш прием уж вышла из лагеря детского ну хорошо а который я поправляю вас что русские русских если вы говорите цыган я знаю что цыгане есть так мордвины давайте начнем с того что цыгане кочевые вообще люди да но опять же я не думаю я не думаю что они в саху качают понимаете в сахоне не кочуют цыганы себя любят они любят теплые края поэтому я примерно понимаю где живут цыгане давайте поговорим о том из-за чего началась я не знаю почему почему к нам пришел гитлер вроде как мы подписали с ними к пакту молотова риббендропа но он пришел вы думаете нас сейчас сильно воюет почему он пришел у вас есть такой предмет почему при я и говорю не будет варя не будет предметов к почему пришел гитлер и не будет предмета почему пришел путин никто не изучает почему они пришли изучает как сделать как этих пидорасов больше не Вот и все. Не изучает никто, почему Гитлер напал на Францию. Не изучает, почему напал на Бельгию. Не изучает, почему напал на Эстонию. На Советский Союз. Это уже не важно. Он пидорас. Он нацист. Хорошо. Хорошо. Варя, наполовину мордовка цыганка. Расскажите нам, если вы такая умная, почему Гитлер у нас напал, раз все это изучается. Если я такая умная, а вы лучше покажите, какая умная. Ну вы не знаете. А я это расскажу. Варя, Варя, я скажу, Варя. Мало того, что вы не знаете, почему Гитлер напал, вас еще это и не ебет. Вас это не ебет. Знаете, почему? Да, Варя, вас не ебет. Знаете почему? Знаете почему? Знаете, почему? Потому что я... Потому что вы не можете задержать. Варя, я сейчас себе объясню. Знаете, почему вас не ебет, почему Гитлер напал? Потому что он для вас хуй... Я вообще такого не говорила, что меня не е. Варя, потому что для вас Гитлер хуйло. Зачем вы будете в нем копаться? Если он хуйло, зачем вам... Он вам уже не интересен, правильно? Я говорила такие слова? что он кто-то там послушайте, если у нас Гитлер если на нас напал Гитлер почему вы, образованный человек не знаете, почему он это сделал я сказала, потому что вас это не ебет, вам это не нравится хорошо, почему он на нас напал это война, которая укоснулась каждой семьи, правда, у нас погибли люди у нас погибло 27 миллионов по самым мелким сведениям, я думаю, что вполне возможно и 40 просто никто не считал тогда, ни людей ни бабушек, ни дедушек, ни детей, правильно? 27 официально, 40 неофициально до сих пор не могут сосчитать правильно, почему напал? главный же вопрос, вы же умная женщина почему напал? я задаю вы ответили, хорошо, нет, не себе я вам задала, вы пришли с вопросом почему напал, я сказала всем похуй, когда пидора нападает уже не важно, это пидорасы вы сказали, нет, это очень важно ну спасибо, вот я спросила я такого не говорила 27 погибших 27 погибших наших дедов и бабушек да, почему Гитлер напал? предположите это вопрос, вы сами собой, по-моему нет, я у вас спрашиваю предположите, если вы не знаете, предположите дайте свою версию а, я свою версию? да, почему Гитлер? ну, потому что я считаю, что война началась ну, вот Гитлер напал потому что он считал себя эксклюзивной нацией так сказать что они лучше всех а я, Варя, Варя, послушайте варя, послушайте варя, я согласна что это было эксклюзивно нас смотрите Карл Маркс немец, правильно? Эммануил Кант немец Бетховен немец Бах немец Шиллер Шекспир все немцы Вагнер у нас машины БМВ немецкие у нас все качество ну, это у вас закрылись они же в мире не закрылись это у вас санкции так вот, я что хочу сказать действительно нет, нет, не закрываются послушайте, нет это, Варя, вы себе придумали это вам Соловьев сказал послушайте, Варя так вот действительно эксклюзивный народ и напал на слабый народ абсолютно недоразвитый ну, лягушки там до сих пор квакают у нас Гитлер знаешь, почему не взял, Варя? и мы в том числе Варя, знаешь знаешь, почему нас Гитлер не взял? не потому, что Гитлер просрал победу потому, что дорог не было у вас большая страна без дорог нельзя вас взять вас просто тупо нельзя взять очень большая территория без дорог нельзя взять интересно, а сейчас вам что мешает вот вы волнуетесь за то, что кто, кого, что захватил какие страны сидят Варя, я Варя, я появилась Варя все земли которые Варя я появилась на этом канале под названием ТикТок молодежный канал где сидят дети вы знаете что такое ТикТок это детская платформа я здесь появилась потому, что это было то место рупора где я могла достучаться до огромного количества русских вы ко мне повалились с лета 22 года я стучалась во все сначала стучалась в одноклассники не было услышано на фейсбуке в ютубе в инстаграме не было услышано я писала лично по всем своим друзьям знакомым однокурсникам односадникам всем не было услышано здесь на платформе ТикТок меня услышали я начала кричать как миллионы других людей там звонят своим родственникам не слушайте Путина сидите дома если бы все это время вы сидели дома войны бы не было каждый из вас медик хуебик булочник хуебочник танцовщица там какая-нибудь там певица не езжайте на Донбасс никуда не это чужая страна Грузия чужая страна не надо воевать с Грузией Чечня чужая страна вы не знаете ничего про чеченцев вы нападаете постоянно в чужие страны я сюда пришла когда уже раскрыл спал на масштабной войной я не была здесь на просторах ТикТока вы меня никогда бы не узнали если бы не была бы Буча я после Буча ару каждый день выхожу Буча это вы вы террористы я об этом говорю после Буча после Бучи я ее не сделала я ее не придумала вы выбрали Путина и вы его до сих пор слышите вы каждый день на него болитесь у вас дети знают слово Путина но не знают слово Боженька ну про Буча уже давно все выяснено все доказано хорошо вы представляете чтобы вы не поверили евреям может быть евреев тоже не сжигали вот так вот а мы немцы не сжигали евреев можно так сказать если вы берете правду кто вам такое сказал хорошо у вас в ГУЛАГах кто-то был истреблен где в ГУЛАГах в ГУЛАГах вы серьезно да у вас были люди истреблены в ГУЛАГах боже мой вы все знаете про Бучу вы все знаете про Освенцу вы что-нибудь про себя знаете да все земли и ваши украинские в ГУЛАГах и все земли которые у Америки и у всех есть это все земли завоеванные давайте я вас почти выкинула слушайте давайте я задам еще вопрос у вас кто-нибудь воюет в Украине в Украине? ну воюет да 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 зачем зачем вы послали своего любимого человека знаете есть такой долг нет никакой долг ну это не ваша страна получается немцы тоже совершали свой долг это чужая страна нельзя в чужой стране совершать какой-то долг ну как если тебя призывают ну немцы тоже призвали немцы тоже призвали вы что их оправдываете сейчас значит получается немцы нормальные и они же шли ну они же были пидорасами немцы я такого не говорила как не говорили? это вы такое говорите а кто были немцы в 41-м? они фашисты были а про пидорасов я ни слова не знаю хорошо они были фашисты потому что ну почему вы их называете фашистами? ну потому что столько людей истребить потому что они пришли в чужую страну убивать нас нет потому что они издевались над людьми голодом морили кто голодом? в Сталин устроил голодоморы в Казахстане в Украине в Поволжье в Кубани везде был стос Гитлер не принес никакого голодомора нам у нас был голодомор в 20-е годы в 30-е даже послевоенные а людей тоже он не сжигал? кто? немцы я только что у вас просила про ГУЛАГи вы же ничего не ответили в ГУЛАГах Сталин вы не договорили я говорю немцы не шагали забудьте про немцев он нас Сталин уничтожал вы просто перескакиваете я не перескакиваю вы скажите сколько варе сколько людей уничтожили сколько советских граждан уничтожил Сталин я не считала сколько он всех уничтожил Сталин в Казахстане уничтожил